Вакцинация новым российским препаратом от коронавируса начнется в Коми уже в эту пятницу. Первым, кому предложит вакцину спутник, будут врачи из красной зоны. Об этом сегодня заявил руководитель Минздрава Борис Александров. Первая партия всего 42 дозы. Документы на нее регион получил 27 ноября. Второй этап ждем через три недели. Это будет уже 710 доз. Пока приоритет будет только у медиков. Крупные партии ожидаются в регионе лишь в следующем году. Тогда можно будет говорить уже о массовом процессе. Вопросы здравоохранения, в том числе и борьбу с пандемией, сегодня подробно рассматривали народные избранники. Что примечательно, грядущие изменения, они, как оказалось, в следующем году будут беспрецедентные по масштабам, инициированы лично главой Коми. Итак, сколько миллиардов закладывают власти сразу на три года, расскажет Любовь Лапина. Свыше 125 миллиардов рублей на медицинокоме всего за четыре года. С 2020 по 2023. Сумма колоссальная. Развитие здравоохранения сегодня – задача номер один. Как на федеральном, так и на региональном уровне. А потому и внимание к распределению средств самое пристальное. Обсуждение госпрограммы занимает у депутатов Государственного совета почти три часа. Те средства, которые были заложены в 2020 году, и мы планируем на следующий плановый период, 2021-2023 годы, вот я вам могу сказать, они беспрецедентные. Мы, я думаю, еще получим. У нас практически на сегодняшний день уже в отрасли здравоохранения вложено в 2020 году порядка 37 миллиардов рублей. Такого никогда не было. Мы намного больше получили финансирование. И что там говорить? Есть наша с вами пословица – не было бы счастья, да несчастье помогло. Несчастье мирового масштаба. Пандемия потребовала не только мобилизовать все лечебные возможности на местах, но и пересмотреть в целом всю систему оказания медицинских услуг. От первичной помощи до строительства новых объектов здравоохранения. Федеральных средств в отрасль в этом году было привлечено 5,6 миллиарда рублей. Из них 3,5 миллиарда – конкретно на борьбу с коронавирусом. Огромные суммы были вложены в модернизацию оборудования. В этом году это было такое нелегкое испытание для всей страны и для нас, для республики, безусловно, тоже. Но мы по итогам года, в общем, можем уже говорить о том, что нам удалось избежать больших потерь и провалов в этой работе. И мы избежали дефицита в коечных местах, в реанимационных коеках, дефицита с кислородом, с лекарственным обеспечением. Это было обеспечено, в общем, за счет как активной помощи и участия и администрации, и главы республики, и правительства республики, и госсовета, в том числе, выделения дополнительных средств на эту работу. В КОМе уже заработали амбулаторные ковидные центры в трех городах – Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Работа будет продолжена из того, что еще сделано в выходящем году. Завершено строительство радиологического отделения онкологического диспансера в Сыктывкаре и переходы между главным корпусом и консультативной поликлиникой в детско-республиканской больнице. Начато строительство инфекционный. Серьезно обновлен автопарк. В республику поступили 43 автомобиля скорой помощи и 23 мобильных комплекса. В целом закуплено более 300 единиц санитарного и другого медицинского транспорта. Серьезно развивается и санитарная авиация. 149 вылетов только в этом году. Почти на 30 больше, чем изначально планировалось. Что касается 2021 года, то здесь тоже будут продолжены, конечно же, строительство объектов, учреждений системы здравоохранения. Продолжится строительство инфекционной больницы. Будет начато строительство приемного покоя в детско-республиканской больнице. Будет второй этап реконструкции радиологического отделения на гаражной. И, конечно же, серьезные планы есть и договоренности. Есть согласование с правительством Российской Федерации, как вы знаете, по строительству перинатального центра. То есть вот такие вот серьезные планы, которые осуществляет наше профильное министерство, конечно же, депутатским корпусом это поддерживается и воспринимается очень положительно. Ковид диктует свои условия. В КОМИ, как и по всей стране, снижено количество плановых приемов. Не радуют и показатели по вакцинации, профосмотрам и диспансеризации. Но к этому сегодня, как отмечают депутаты, нужно относиться с пониманием. Тем более, что ключевые направления все так же в приоритете. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Для этого в рамках нацпроекта здравоохранения идет закупка оборудования. КОМИ под оснащение подпадает кардиодиспансер, КОМИ Республиканская больница и первичные сосудистые отделения в Иркуте, Печоре, Усинске и Инте. Миллиард двести в будущем году направят на переоснащение онкологических диспансеров, больниц и поликлиник, где создаются свои амбулаторные онкоцентры. Оборудование очень значительно поступает в онкологию, причем дорогостоящее оборудование. И три компьютерных томографа поступают на три этих самых. Поступает линейный ускоритель, будет закуплен. Под него сейчас ремонт идет. Новый компьютерный томограф и закупят для Воркуты Усинска и Сыктывкара. А линейный ускоритель позволит проводить лучевое лечение больных раком. Тендеры заключены, деньги на все есть. В начале будущего года все оборудование для онкоцентров должно быть установлено. Внимание и развитие детского здравоохранения. В этом году практически все детские поликлиники и подразделения в районных больницах переходят на новую модель оказания помощи. Это так называемая бережливая поликлиника. Все для того, чтобы медицинская помощь стала максимально доступна и удобна для юных пациентов. А с 2021 года первичное звено КОМИ ждет массовая модернизация. На эти цели будет выделено более 6 миллиардов рублей. Проект включает в себя и развитие сельских территорий. Будет построено и отремонтировано более 100 объектов здравоохранения. Это ФАПы, врачебные амбулатории и участковые больницы. Впрочем, главный вопрос сегодня не финансирование отрасли. С этим в регионе, как видно, все в порядке. Куда больше профильного министерства волнует проблема нехватки медицинских кадров. У нас, так же, как и во многих других территориях, есть дефицит кадров, дефицит в первую очередь врачебных кадров, в первую очередь специалистов, ну и среднего медицинского персонала так же. И здесь проблема, в общем-то, она накапливалась десятилетиями, быстро и просто ее решить невозможно, но, тем не менее, шаги для ее решения делаются и наращиваются. Здесь на помощь приходят программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За последние годы благодаря этому удалось увеличить количество врачей без малого практически на 6%.